Всем привет! По теме близнецовых пламён есть очень большие заблуждения. Например, что близнецовые пламена это половинчатые какие-то души, что вот мужская и женская душа были когда-то разделены на части, теперь они страдают и должны воссоединиться, и скорее всего они как-то воссоединятся, планируют когда-то в конце. В общем, вот такие вот есть заблуждения, которые кочуют из книги в книгу, из видео в видео, от автора к автору, соответственно, может создаться иллюзия, что так оно и есть. Или другие заблуждения, что близнецовые пламена это всегда мужчины и женщины, вот у них любовь такая должна быть и так далее, что это никак и никогда не может быть, чтобы это были люди одного пола, то есть что вот они не могут реально взять души и выбрать, тела одного пола в этом воплощении, или что они не могут воплотиться членами одной семьи, там матерью и ребенком и так далее. Скорее всего люди, которые говорят такие вещи, просто недостаточно глубоко эту тему исследовали. Потому что если вы найдете таких же людей, как и я, и я, кстати, таких людей нашел, которые вот именно эту тему глубоко исследуют, близнецовых пламен, родственных душ, кармических отношений, которые провели сотни консультаций, кто-то тысячи консультаций на эту тему, то они вам скажут то же, что и я, что близнецовые пламена это никакие не половинчатые души, что каждый из нас это самостоятельная, полноценная душа, которая может выбирать и мужские, и женские тела в разных воплощениях. И да, на земле мы чаще всего воплощаемся своим близнецовым пламенем в ролях мужчин и женщин, и у нас там может быть что-то типа любви, моркови и семьи, но при этом иногда близнецовые пламена могут воплотиться и в тела одного пола, и могут воплотиться членами одной семьи, быть матерью, ребенком и так далее. То же самое вам подтвердят люди, которые хорошо помнят свои прошлые воплощения, которые помнят, что происходило между воплощениями, перед воплощением, которые помнят свое близнецовое пламя и помнят, в каких ролях они с ним, в каких жизнях воплощались. А сейчас я расскажу историю, от которой, может быть, у кого-то зашевелятся на голове волосы. Итак, пара, мужчина и женщина. Изначально они предполагали, что они близнецовые пламена, но затем все-таки выяснилось, что они близкие родственные души. А вот потом началось самое интересное, когда у них родилась дочка, и потом оказалось, что эта дочка является близнецовым пламенем для мужчины в этой паре. Представляете, какое испытание такое, испытание достойное близнецовых пламен? Представляете, какое там может быть залипание между папой и дочкой, ревность со стороны жены? И, конечно, да, это даже в обычных отношениях такие сценарии тоже разворачиваются. Вот эти вот залипания между мамой, у матери с сыном залипание, может быть, у папы с дочкой может быть залипание. И, соответственно, ревность супруга или супруги. Так вот, а если это близнецовые пламена, то это гораздо усиливается сильнее. И если это, например, пока дочка маленькая, это может быть еще не так особо заметно и сказываться, то когда девочке уже лет 15 будет, тогда то, что вот она близнецовое пламя по отношению к своему отцу, то это будет для всех испытание. Конечно, тут играет большую роль осознанность людей. То есть, когда люди сами осознаны, когда они вообще всю эту ситуацию уже понимают, что они понимают, что они родственные души, что вот это вот родилось у них близнецовое пламя для супруга. И тогда уже, конечно, это все можно выводить в гармоничное русло. То есть, когда мы реально осознаем ситуацию, понимаем в ней себя, всех участников ситуации, что происходит, почему это происходит, тогда мы реально можем минус переводить в плюс. Поэтому еще раз, близнецовые пламена могут быть и матерью, и ребенком, то есть, родитель и ребенок, могут быть и братом, и сестрой, могут быть и одного пола. Да, это бывает редко, то есть, родственные души часто могут быть в этих ролях, а близнецовые души редко, но тоже воплощаются даже одного пола. И вот для чего это нужно? Смотрите, иногда вот в паре близнецовых пламен они воплощались, мужчина-женщина, мужчина-женщина, там, какое-то количество воплощений, и их взаимоотношений, их развитие вот в паре, во взаимоотношениях, либо зашло в какой-то тупик, либо им вот необходимо для дальнейшего продвижения что-то изменить. То есть, будет просто вредно и, ну, как бы мало толка для того, чтобы опять души воплотились опять в тех же ролях, вот не могут они какие-то грабли пройти, что-то они недопонимают, не хватает вот им в жизни, когда вот эта вот души воплощается и забывают, кто они такие, вот это забвение происходит, и потом, соответственно, до конца не могут все это осознать, не могут выйти из какого-то тупика во взаимоотношениях. И тогда они могут принять решение воплотиться в телах одного пола для того, чтобы лучше, ну, лучше друг друга начать понимать. Потому что, смотрите, когда вы, допустим, да, женщина, и вот ваш мужчина-близнецовое пламя, он воплотится тоже в женское тело, и получится, что вы воплотитесь, и вы женщина, и он женщина. Да, звучит странно, что и вы женщина, и он женщина. Соответственно, у него будет шанс лучше понять вас тогда, то есть он в женском теле, он будет лучше понимать женскую природу, он за это воплощение лучше это как бы прочувствует, и это отложится в ДНК, в многомерной ДНК, в подсознании, там вот во всех этих информационных структурах, которые мы в следующее воплощение, то есть эта информация с нами идёт, и уже на подсознательном уровне человек будет лучше понимать женщин, а потом вы наоборот воплотитесь вдвоём мужчинами, то есть вы мужчина, и он мужчина, и вы начнёте лучше понимать мужчин, благодаря тому, что проживёте такое воплощение, да ещё и во взаимодействии друг с другом, когда вы будете при этом какие-то взаимоотношения строить, и вы ещё лучше друг друга поймёте, и вот после вот этих вот метаморфоз, вы опять воплощаетесь как мужчина и женщина, и вы уже выходите на новый уровень, преодолеваете какой-то эволюционный затык, который вот во взаимоотношениях что-то никак-никак там не получалось, потому что для построения гармоничных взаимоотношений очень важно хорошо понимать женскую энергию и мужскую энергию, независимо от того, в каком теле вы воплотились в этой жизни, и при этом если у вас женское тело, то в большинстве случаев, даже если у вас наработан большой мужской потенциал, но у вас женское тело, то для гармоничных отношений важно прокачивать в себе женские качества, женщине, а мужчине соответственно важно прокачивать мужские качества, то есть в большинстве случаев, если люди просто так начинают делать, то у них как бы начинает все более лучше, лучше, лучше складываться, и отношения начинают постепенно приходить в гармонии, но иногда, иногда бывает другая программа, иногда вот реально вы воплотились в женском теле, мужчина, ваш близнец допустим в мужском теле воплотился, но у вас стоит программа, чтобы вы выходили за пределы половой принадлежности в отношениях с друг с другом, например, вот конкретно в этом воплощении, то есть чтобы и вы, и он прокачивали и те, и другие качества, то есть вы во взаимоотношениях, получается, вот нет у вас четко вот этого такого ролевого разделения по поведению, там кто ответственность, да, потому что мужчина в отношениях в норме, он берет ответственность, он как бы обеспечивает безопасность, надежность, ресурсы и так далее, тогда женщина может раскрываться, чувствовать себя женщиной, там, женственной, тогда она мужчину вдохновляет и так далее, то есть тогда она начинает на другом уровне работать гармонично, то есть это, в принципе, мечта большинства женщин, даже тех, которые сильны, женщин все равно в большинстве глубине души им хочется и нравится, чтобы все-таки был рядом сильный мужчина, который займет свою мужскую роль, и она, ей тогда легче будет занять женскую роль, даже если у нее прокачаны сильно мужские качества. Но еще раз уточняю, если у вас конкретно вот в этом воплощении, во взаимоотношениях друг с другом, стоит вот эта программа выхода за рамки половых отношений, выхода за пределы вот этой половой принадлежности, когда вы прокачиваете и те, и другие качества, и мужчина прокачивает и те, и другие качества, и только тогда будет гармония складываться в паре, это, скажу сразу, самый непростой вариант, то есть он такой, назовем непростой просто вариант для создания гармонии во взаимоотношениях, потому что гораздо легче создать гармонию, когда мужчина мужские просто прокачивают качества, женщина прокачивает женские качества, гораздо легче. А вот в таком сценарии гораздо труднее. Эту программу тоже можно проанализировать по датам рождения, астрологический, я это делаю. И как обычно, кто хочет разобраться в себе, во взаимоотношениях, понять или уточнить, кого вы встретили, кому сильное притяжение, может быть, залипание, синхронизация, с близнецовым это пламенем установилось, или с каким-то другим человеком. Подробности вот здесь вот по ссылке. Желаю вам всем счастья, света, радости, добра и любви. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok